Всем огромный привет! Сегодня я продолжаю свои видео, серию видео о своих новогодних игрушках, о своей подготовке к Новому году, к украшению своего дома. В этом году у меня добавились вышитые новогодние игрушки, и я их складываю вот в такую коробочку. И первым делом хочу обратить ваше внимание на то, что эта коробочка у меня тоже украсилась. Но это видно с первого взгляда. Вот этой вышивкой, две подружки на прогулке от Лансвит, я украсила крышку от этой коробки. Вот таким образом. Вышивка, те кто следил за мной знают, что мне это стоило крови и пота. Все время жаловалась на то, что очень неудобная вышивка, что приходится вышивать много. Четвертина крестиков, потом они какими-то грубками там были. В общем, честно говоря, замысел такой для меня достаточно, ну я не знаю, сомнительный. С моей точки зрения, мне кажется, можно было такого же эффекта добиться меньшими усилиями. Ну это чисто мое мнение. Вот. Что я сделала? Я просто-напросто на картонку вырезала по крышечке картон. Сама крышка 20 на 20. Картон я вырезала 18 на 18 сантиметров. Затем проложила синтепон. То есть вот здесь есть синтепон. Это видно, что она немножечко такая приподнятая. Вышивка над картоном. Стянула ниточками сзади. И на двусторонний скотч, ничего не приклеивая, посадила на эту крышку. Воспользовалась таким щадящим способом, потому что если вдруг не захочется, я могу запросто снять эту вышивку с двухстороннего скотча, распороть там нитки, которыми я стягивала эту вышивку, постирать или переоформить ее. Ну в общем, все, что мне заблагорассудится. Потому что мы прекрасно знаем, что порой встанешь с другой ноги и покажется, что совсем все не так. И нужно переделывать. Но пока я вполне довольна. Эта коробка у меня для моих рукодельных новогодних игрушек. И эта девочка-собачка как раз здесь очень и очень в тему. Вот эти махровые ниточки висперовские, как я понимаю, мне кажется, Димси не выпускает махровых ниточек. Они здесь на сапожках и на шубке, а также на собачке немножечко, да, на торочке воротника. Я немножечко прошла с иголкой, как советует производитель этого набора. И они действительно так дали такую махеровую поверхность. Видно, что это все-таки неоднородные крестики. Посмотрим, что у меня добавилось из новогодних игрушек в эту коробочку. Во-первых, я попробовала делать пинкипы. Это еще одна душесчипательная история, поскольку нет, чтобы перед тем, как сесть делать пинкипы, посмотреть хотя бы видео девочек, которые делают пинкипы, как они это делали, как правильно вообще что-то тут приклеить, что-то тут пришить. Хотя бы Алену Хендмейт посмотрела. Она прекрасно показывала, как она делает этот пинкип. Я пыталась, мне понравилась ее идея, что она прячет вот здесь вот шнур, и уже здесь все очень получается аккуратненько и чистенько. Я, конечно, как я помнила, решила сделать по памяти. И это было вот таким образом. То есть я не могла сообразить, как приклеить этот шнур, что здесь нужно оставить вообще незаклеенный участок, потом это все туда подталкивать. Ну, в этот шнур в данном случае у меня пока не приклеен, потому что просто для того, чтобы склеились эти две стороны пинкипа, изнаночная сторона и лицевая сторона, я сажала их на клей друг к другу, и этот шнур просто-напросто вот такими булавочками временно посадила. Но ничто не бывает долговечным, самым долговечным, как что-то временное. Вот у меня так пинкип пока остался. То есть как выйти из этой ситуации, я не знаю. Как теперь этот шнур приклеивать, я понятия не имею. У меня получается таким образом. Откуда взялась эта елочка? Эта елочка из моих старых запасов. Это набор Атриолис. Я ее вышивала давненько, она у меня валялась. Я только ее закончила, дошила кое-какие бусины. Мне не очень она нравилась тем, что вот эти наметочные нитки видны по лицу. Но я присмотрелась к титульному листу набора, и я увидела, что действительно так оно и есть. То есть это наметочные нитки видны. Хотя можно было, конечно, постараться избежать этой ситуации. Но я решила, что не пропадает же добру, и пусть такая елочка оформится в пинкип. Вот в виде пинкипа она меня вполне устраивает и нравится. И точно по этому образу и подобию у меня оформился бисерный шарик. Это тоже набор Атриолиса, тоже вышит мной давно. Я его делала первым, потом делаю елочку. Или нет, я его делала вторым. Да, пожалуй, я его делала вторым. Но тоже как бы здесь не совсем удачно убрался у меня шнур. И он тоже не приклеен, он держится вот этими булавочками. Пока что. Наверное, пока что. Ну вот я рада тому, что я пристроила свою старую-старую вышивку. Очень красивые, кстати, мне нравятся у Ариолис вот эти наборы. Они бисерные. Там есть еще колокольчик, по-моему, звездочка. По-моему, замечательно можно сделать очередные игрушки или вот такие вот пинкипы. Этот бантик я сделала благодаря Оле Я Умница. Спасибо тебе, Олечка, огромное. Я пересматривала твое видео миллион раз. Пыталась понять в какую-то там дырку, как завязываешь этот бантик. Честно говоря, этот бантик я, конечно, сделала неправильно. Сегодня я опять это видео усиленно просматривала, потому что делала еще несколько бантиков. И, наконец-то, до меня дошло, как это все стягивается. То есть, этот бантик делается на вилке. Если нужно сделать маленький бантик, то это выход из ситуации. Они идентичны, эти две игрушки. У них обратная сторона одинаковая. И вот такие пинкипчики у меня еще появились. Кроме того... Сейчас мы поменяем местами это все. Кроме того, что я еще делала. Я опять же полезла по своим запасам и увидела с прошлого года набор от Матрёниного Посада. В прошлом году я делала такой же фартушек, но здесь был барашек. Скорее всего, к году овцы или козы. Этот барашек успешно подарен нашим друзьям. Мы им украшали бутылку шампанского на новогоднем столе. А в этот раз я сделала второй набор, так как я покупала их два. И это снеговичок. Он сделался буквально за несколько часов, за один вечер. Ну, просто вот сел и сделал. Очень и очень здорово. Единственное, что я здесь сделала, я поменяла вот эти бусины. И взяв вот эти светленькие бусины от старого набора. И сейчас объясню по какой такой причине. А причина была вся вот в этом обезьяне. В этой обезьянке. Мне кажется, что это он. Как назвать самца обезьяны? Обезьян. Вот мне так понравился эта обезьяна. Мне очень понравилась она. Я нашла эту схему из журнала «Все о рукоделии». Вот в этом журнале «Все о рукоделии». Журнал я купила на выставке на какой-то. И вот эта обезьяна здесь присутствует. Если у вас есть этот журнал, то вы понимаете, о чем я говорю. Вот она в развороте. Дизайнер этой обезьяны Ирина Наниашвили. И она подробно здесь рассказывает, как ее нужно вышивать и как нужно ее собирать. Я, придерживаясь инструкции, сделала вот такую обезьяну. Единственный момент, который меня застопорил в работе, это вот эти деревянные бусины. У меня на тот момент не было таких светлых деревянных бусин. Я в своих закромах нашла фарфоровые, ну, глиняные, лучше сказать, да. Глиняные вот эти бусины розовые. И я подумала, ну, почему нет? В принципе, розовый тоже цвет. Рук, ног, конечности, да, ступней, ладоней. То есть я посчитала, что он здесь будет смотреться в тему. И вот эти деревянные бусинки темные я как раз взяла с набора от Матрёниного посада. То есть вместо того, чтобы прикрепить их к фарточку, к тому снеговичку, Матрёнин посад вкладывает в эти наборы безумное количество бисера и дополнительного материала. То есть там необходимо вот таких всего две бусины, а в наборе их было пять штук. И поэтому они мне здесь замечательно пригодились. За что им огромное спасибо. Потому что четыре такие бусины я не могла ничего подходящее, более подходящего найти. Этот обезьян или эта обезьяна будет вот таким образом подвешиваться. Я ещё пока шнурочек не подбирала, но я думаю, с этим проблем не будет. Нужно сказать, что вообще этот журнал очень и очень симпатичный. Мне здесь нравятся именно работы, которые можно потом оформить как игрушки на ёлку. Вот эти очень симпатичные мини-сюжетики. Я даже сейчас один вышла на подарок, покажу потом попозже. Вот эта каруселька меня привлекла. Лошади и ёлочки в таких имбирных тонах. По-моему, очень новогодние. Забавная достаточно вещица. Она получается, по-моему, небольшой. Вот эта в натуральную величину часть крыши. Очень симпатичная. И что меня ещё привлекло? Если вы умеете вышивать хардангером, то, мне кажется, вот таких сосулек навышивать тоже будет очень красиво. Единственное, что я не согласна с цветовым решением автора вот этой сосульки. Потому что, мне кажется, можно её сделать гораздо-гораздо ярче. То есть, она действительно будет сверкать. А здесь она какая-то блеклая и бледная. Вот подбор вот этих жёлто-коричневых цветов, мне кажется, не очень удачный. И бисер белый, его практически не видно на белой линзе. Но если посмотреть на схему и подобрать цвета на свой вкус, мне кажется, будет, ну, просто суперская игрушка. То есть, это я всё ещё положила себе в копилку. Возможно, что-то ещё даже и начну вышивать до Нового года. Ничего гарантировать не могу. Не могу сказать ни да, ни нет на данный момент. Но в жизни всё бывает, как мы знаем. Спасибо огромное за просмотры. Желаю прекрасного вышивального настроения. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok